добрый день друзья с моральной точки зрения все эксперименты и опыты для медицинских целей проводятся на подопытных животных однако история скрывает много ужасных фактов касающихся экспериментов над людьми которые проводились во имя медицины предлагаем вашему вниманию информацию о самых шокирующих опытах проведенных на людях которые стали подопытными не по своей воле лоретта бендер известна миру как талантливый американский психиатр разработавшая бендер гештальт тест с помощью которого оценивают двигательные и познавательные способности ребенка однако ее вклад в развитие мировой психиатрии был не таким уж безобидным лоретта работала детским психиатром в больнице белвью в 1940-х годах и пыталась найти способ борьбы с детской шизофренией 98 детей регулярно подвергались жестокой шоковой терапии их заставляли принимать психоактивное вещество и галлюцогенные грибы которые делали их полностью невменяемыми существовала гипотеза о финансировании врача цру хотя официально это не доказано в период с 1970 по 1989 годы в южно-африканской республике проводился эксперимент по чистке армии от солдат нетрадиционной ориентации сверхсекретной программой а версия руководил полковник ярый борец с гомосексуализмом психиатр обри левин в военном госпитале испытуемых подвергали гормональной терапии электрошоку химической кастрации но эксперимент потерпел неудачу изменить сексуальные предпочтения призывников оказалось непосильной задачей в ходе неудавшегося эксперимента пострадали около 900 человек в 90-х обри левин иммигрировал в не желая представать перед судом за совершенные зверства 30-летний американский доктор генри коттон ученик самого альцгеймера с 1907 года руководил психиатрической лечебницей в трентоне он считал что главными причинами безумия являются локализованные инфекции это в первую очередь больные зубы и приступил к осуществлению процедуры на пациентах часто без их согласия которую назвал хирургической бактериологии удаление зубов если этого было недостаточно удаляли миндалины внутренние органы которые по его мнению вызывали проблемы не избежала этого зверства даже его семья он вырвал зубы супруги двум сыновьям и конечно себе предпосылкой стал нервный срыв из расследования начатого в его лечебнице комиссии от сената штата которая выяснила что коттон сильно преувеличивал результаты оказалось что сорок один целых девять десятых процентов больных не ощущают улучшений сорок три целых четыре десятых умирают и только восемь процентов пациентов выздоравливают именно те кого не лечили зверскими методами коттона однако врач не понес наказание за него вступили семенитые коллеги и даже политики через пять лет он с почетом ушел на пенсию основываясь на реальных событиях был даже снят фильм больница никербокер в 1960-е годы дерматолог альберт клигман использовал заключенных холмсбургской тюрьмы для тестирования препаратов которые могли бы уплотнить кожу это исследование велось в рамках разработки препаратов для использования в зоне боевых действий по его мнению такие составы могли бы защитить кожу солдат от химической атаки клигман наносил на кожу заключенных различные химические кремы и средства вызывавшие боль и образование рубцов заключенные получали оплату за эти эксперименты однако доказано что они не были полностью информированы о возможных последствиях и целях эксперимента порой эксперименты проводили докторов к тому что они убивали толпы людей сами того не ведая одним из таких врачей был ричард стронг руководитель биологической лаборатории при департаменте филиппин доктор яро пытался найти лекарства от холеры но так как добровольцев не было благодаря своим связям в 1906 году он поставил вакцину заключенным ричард стронг по ошибке вколол частички чумы в организме людей погибло больше десяти человек через шесть лет он постарался создать лекарства от болезни бери-бери и снова погубил несколько тюремных заключенных у каждого большого открытия есть своя цена иногда принесенные жертвы действительно оправдывают себя но часто даже добровольное участие в медицинских опытах приводит к страшным последствиям возникает вопрос стоит ли наука человеческой жизни друзья пишите в комментариях как вы думаете проводится ли в наше время подобные эксперименты в каких-нибудь секретных лабораториях подписывайтесь на наш канал ставьте лайки поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями если вам понравилось это видео продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале необыкновенная вселенная всем здоровья и до новых встреч